Маршрут номер 1172. Для жителей ЖК Новая Медведкова единственный способ добраться до столицы без пересадок. Разумеется, пользоваться им предпочитает абсолютное большинство, в том числе Алина Федорененко. В минувший выходной студентка МГОУ собралась по делам в Москву, но поездка не заладилась с самого начала. Я говорю, что она не проходит банковская карта. А при чем здесь я? Вы обязаны предоставить мне возможность оплаты банковской карты. А вы сейчас не заставляете? Я бы ничего не обязан. Как это не обязаны? Получилось так, что я захожу в автобус, который идет до Медведкова 1172, и водитель сказал, что не принимает карты. А по закону, как мы знаем, что если не работает бесконтактная плата, то можно приехать бесплатно. Водитель стал нас выгонять из автобуса, все пассажиры тоже начали его поддерживать. Именно этот момент больше всего поразил девушку. Пассажиры встали на сторону водителя, ссылаясь на то, что им надо спешить. Чувства были, конечно, неприятные. Моя поездка в Москву, которая началась так неприятно, могла, конечно, сорваться. Но в итоге я все-таки пересела на другой автобус, и настроение не испортилось в этот день. Но осадок остался, конечно, неприятным. Между тем, просьба водителя перевести деньги на личную банковскую карту действительно неправомерна. Штраф для него в таком случае может составить 5000 рублей. Более того, оплачивая проезд онлайн-переводом, вы также оказываетесь вне закона. Тот билет, который вам выдает водитель при оплате проезда, он является вашей страховкой. Подтверждением того, что вы оплатили услугу, и вы имеете право на проезд, во-первых. Во-вторых, что водитель обязуется выполнить свою услугу по доставке вас к местным назначениям. Это первое. Второе. Оплачивая таким методом проезд свой, вы как бы способствуете тому, что перевозчик избегает налогов. Однако об этом, как оказалось, мало кто задумывается. Многие предпочитают сэкономить время, а порой и деньги. Нередко водители предлагают скидку за оплату проезда онлайн-переводом. Всегда вот в этом автобусе, который сейчас придет, там только перевод или наличный. А иначе? А иначе картой нельзя. Ну а потом, если вы не будете, вы еще снимаетесь, если карта вы не сможете расплатиться, вы можете бесплатно ехать. Нет, в этом автобусе так нельзя. Ну я сама предлагала. Сами предлагаете? Ну когда денег нету, почему нет? А в смысле денег нет? Ну не всегда наличие особо бывает. У нас 21 век. Нет, а вот по карте через кассу не просто? Всякое бывает. Ну а вы понимаете, что это идет мимо кассы, а наличный счет водителя? И не вдавалось. Благодаря такому отношению к ситуации пассажиров, водители уже не стесняются предлагать подобного рода сделки. Если раньше телефон, на который они просили перевести деньги, шептался на ухо, то теперь выставляется соответствующая табличка на всеобщее обозрение. Я не от себя лично работаю. Не от себя, чем я понимаю. Вы сейчас меня заставляете куда? На какой номер телефона вы мне предлагаете перевести деньги? Вообще не надо ничего мне. Нет, на чей это номер телефона? Вы мне скажите. Диспетчера. Какого диспетчера? Ну здесь всегда так делают. Мы писали жалобы на самом деле несколько раз, но никто не обращает внимания на это. Очень неудобно. Например, мне бы удобнее было бы кредитной карты расплачиваться. На принципе, стоишь каждый раз переводишь. Особенно с утра очень много людей, ты стоишь в очереди, прежде чем каждый переведет. В автолайн-мытище организации, которая обслуживает 1172 маршрут, комментировать ситуацию отказались. Алена Федориненко пожаловалась на водителя, высадившего ее на мороз, в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Там обещали наказать виновных. Но, боюсь, только карательными мерами не решить эту проблему. Здесь еще нужна гражданская сознательность, уважение к себе и землякам.